Исход В этом тексте Вопрос, который, я думаю, теребит душу каждого христианина Если вы сегодня здесь, он беспокоит и вас Он вас догоняет Если вы христианин, то этот вопрос очень важен на протяжении всей жизни Как возрастать в любви к Богу? Мы очень много слышим о том, что нам нужно возрастать в любви к Богу Мы очень много слышим о том, когда нас призывает о том Библия Когда проповедь звучит, когда в гимнах мы слышим о том, что нам нужно любить Бога больше Этот вопрос меня уже давно догоняет Этот вопрос, я не берусь за то сегодня, чтобы ответить на него полностью Но в определенном мере Бог помог мне на этот вопрос отвечать Настолько, насколько Он дает мне возрастать в этом Поэтому я хотел сегодня вместе с вами ответить на этот вопрос Как возрастать в любви к Богу? И мы прочитаем 32 главу книги Исход Которая говорит о неупорядоченной любви Мы прочитаем этот текст Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы Собрался к Аарону и сказал ему Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской Не знаем, что сделалось И сказал им Аарон Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей И принесите их ко мне И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих И принесли к Аарону Он взял их из рук, их и сделал из них литого тельца И обделал его резцом И сказали они Вот Бог твой, Израиль Который вывел тебя из земли египетской Увидев это, Аарон поставил перед ним жертвенник И провозгласил Аарон, говоря Завтра праздник Господу На другой день они встали рано И принесли всесожжение И привели жертвы мирные И сел народ есть и пить А после встал играть И сказал Господь Моисею Поспеши сойти Ибо развратился народ твой Который ты вывел из земли египетской Скоро уклонились они от пути Который я заповедал им Сделали себе литого тельца И поклонились ему И принесли ему жертвы И сказали Вот Бог твой, Израиль Который вывел тебя из земли египетской И сказал Господь Моисею Я вижу народ этот И вот народ он жестоковыйный И так оставь меня Да воспламенится гнев мой на них И истреблю их И произведу многочисленный народ от тебя Но Моисей стал умолять Господа Бога своего Сказал Да не воспламеняется Господи гнев твой на народ твой Который ты вывел из земли египетской Силую великую, рукою крепкою Чтобы египтяне не говорили На погибель он вывел их Чтобы убить их в горах И истребить их с лица земли Отврати пламенный гнев твой И отмени погубление народа твоего Вспомни Авраама, Исаака, Израиля Рабов твоих Которым клялся ты собою Говоря Умножая Умножу семя ваше Как звезды небесные Всю землю эту О которой я сказал Дам семени вашему И будут владеть вечно И отменил Господь зло О котором сказал Что наведет его на народ свой И обратился и сошел Моисей с горы В руке его были две скрижали Откровения На которых написано было С обеих сторон И на той, и на другой стороне Написано было Скрижали были дело Божие И письмена, начертанные на скрижалях Были письмена Божьи И услышал Иисус Голос народа шумящего И сказал Моисею Военный крик встань Но Моисей сказал Это не крик побеждающих И не вопль поражаемых Я слышу голос поющих Когда же он приблизился к стану И увидел тельца и пляски Тогда он воспламенился гневом И бросил из рук своих скрижали И разбил их под горою И взял тельца, которого они сделали И сжег его в огне И стер в прах И рассыпал по воде И дал ее пить сынам Израилевым И сказал Моисей Аарону Что сделал тебе народ сей Что ты ввел его в грех великий Но Аарон сказал Да не возгорается гнев господина моего Ты знаешь этот народ Что он буйный Они сказали мне Сделай нам Бога Который шел бы перед нами Ибо с Моисеем С этим человеком Который вывел нас Из земли египетской Не знаем что сделалось И я сказал им У кого есть золото Снимите себя И отдали мне Я бросил его в огонь И вышел этот телец Моисей увидел Что этот народ необузданный Ибо Аарон допустил его До необузданности К посрамлению пред врагами его И стал Моисей в воротах стана И сказал Кто господин ко мне И собрались к нему Все сыны Левиены И он сказал Им так говорит Господь Бог Израилев Возложите каждый свой меч На бедро свое Пройдите по стану От ворот до ворот И обратно И убивайте Каждого брата своего Каждого друга своего Каждого ближнего своего И сделали сыны Левиены По слову Моисея И пало в тот день Из народа Около трех тысяч человек Ибо Моисей сказал Сегодня посвятите руки Ваши Господу Каждый в сыне своем И братье своем Да не спошлет он вам Сегодня благословение На другой день Сказал Моисей народу Вы сделали великий грех И так я взойду к Господу Не заглажу ли греха вашего И возвратился Моисей К Господу И сказал О народ сей Сделал великий грех Сделал себе золотого Бога Прости им грех их А если нет То изгладь И меня из книги твоей В которую ты вписал Господь сказал Моисею Того кто согрешил Предо мною И сглажу из книги моей И так иди Веди народ сей Куда я сказал тебе Вот ангел мой Пойдет пред тобою И в день посещения моего Я посещу их За грех их И поразил Господь Народ Зазделанного тельца Которого сделал Аарон Очень печальная страница Не только в книге Исход Но печальная страница И сезон Даже в жизни Израильского народа Напряжение Которое в этой главе И деталей Настолько много Мы не сможем сегодня Их все охватить Но я хотел сегодня Друзья Ответить на этот вопрос Это один из текстов Который можно использовать Для того Чтобы сегодня Ответить на вопрос Как мы можем Больше любить Бога Но здесь есть Несколько предположений Из которых я Хотел бы начать Предпосылок С которых я хотел бы начать И почему я считаю Что этот вопрос Нужно для нас Сегодня задавать И искать на него Библейские ответы В первую очередь Я, друзья Хотел бы Сделать вот такое Простое Но важное Утверждение Которое исходит Из моего наблюдения И изучения Писания Что-то вы Действительно Знаете сами Но я хотел бы Напомнить Любовь к Богу Любовь к Богу Это самое важное Отличие Верующего человека Это самое важное Отличие Верующего человека Любовь к Богу Любовь к Богу Является основанием Предназначением И целью Всей нашей жизни Для этого Бог создал человека Чтобы он Любил Бога И из любви к нему Служил ему Поклонялся ему Делал все Что он делает в жизни Любовь к Богу Это предназначение Каждого живого существа Каждого человека Но очень важно Для нас отметить сегодня Что эта любовь Не производится Нашими силами Не в начале Нашей христианской жизни Не на всем протяжении Нашей христианской жизни Эта любовь к Богу Не производится Не генерируется Нами самими Сами по себе Своими силами Мы никогда не сможем Любить Бога И ближних Только потому Что нас к этому призывают Неоднократные повеления Любить Бога Тоже не помогают Они делают Часто нас Ощущающими Чувство вины Когда нам Говорится И вновь И вновь Что нам нужно Любить Бога Нам нужно Это напоминание Друзья Но сам призыв К тому Чтобы любить Бога Не сделает Нас способными Любить И в нас Этой силы Самим Генерировать Любовь к Богу Тоже нет И вот здесь Как раз И напряжение С которым Мы соприкасаемся С одной стороны Бог создал нас Для такой любви Ожидает от нас Такой любви И в то же самое время Мы ее воспроизвести Сами не можем Если вы внимательны Вообще Ко всей Библии То в принципе Это касается Каждого повеления Бог повелевает Нам то Что мы не можем Сами сделать Для этого нам нужна Другая сила Ответ на эту проблему Мы как раз Находим В Евангелии Познавая Евангелие Я хотел бы Чтобы вы осторожно Сейчас Внимательно Услышали это Познавая Евангелие Что такое Евангелие Это благая весть о том Что было сделано Ради нас И для нас Или о том Как полюбил нас Бог Не в том Что мы должны Любить Бога Евангелие В первую очередь Начинается Или является Суть Его Это благая весть О том Что Бог Полюбил нас Это благая весть Тех Кто не заслуживал Ее любви Получили ее И благодаря Этой любви Они находятся В очень удивительных Отношениях Близких отношениях С Богом Так вот Познавая Именно это Евангелие О том Что было сделано Кем-то То есть Богом Для нас Ради нас У нас появляется Только тогда Появляется Любовь к Богу Что является Признаком Рождения свыше Я хочу еще раз Повторить Познавая Евангелие То есть Познавая Любовь Божию К нам Проявленную в сыне Это дает нам Силу И это Единственная Сила Которая Может сделать Нас способными Любить Его Другими словами Если человек Не познав Не познал Однажды Божью Любовь Он Не может Откликнуться На нее И если Второе Если он Не продолжает Познавать Божью Любовь А просто-напросто Говорит Общую фразу Он Тоже Будет Становиться Очень Мелким В своей Любви К Богу Другими словами Любовь К Богу Она Не статична Если вы Однажды Полюбили Бога Она Не может Оставаться Статичной Она Либо Будет Сдуваться Либо Будет Возрастать Но она Не может Быть Постоянно Одинаковой Вот почему Я считаю Что для нас Очень важно Ответ На проблему Вот этой Дилеммы Любить Бога И нашей Неспособности Мы находим В Евангелии Смотрите Иоанна Первое В первое Послание Иоанна Четвертая Глава Десятые Стихи Девятнадцатые Стихи Они Подчеркивают Эту же Самую Дилемму И ответ На этот Вопрос Они Говорят Следующим Образом Эти два Текста Они говорят О том Что Бог Прежде Возлюбил Нас Будем Любить Бога Потому Что Он Прежде Возлюбил Нас И не Мы Его Полюбили Вначале А Он Нас Полюбил И только Потому Что Он Нас Полюбил Мы Можем Его Любить Итак Мы видим Евангелие Это радостная Весть О Божьей Спасающей Любви От чего Мы были Спасены Мы были Спасены От Божьего Гнева Пережили Его Любовь Что здесь Очень важно Отпеть И друзья Только Любовь Божья Которую Мы Познаем Не Однажды Познали А продолжаем Познавать Только Любовь Божья Делает Нас Спасенными Только Любовь Божья Делает Нас Святыми Она Делает Нас Смиренными Она Делает Нас Смелыми И Она Делает Нас Способными Служить Любовь Божья К нам Является Евангелием Я бы Использовал бы Здесь одну Очень Небольшую Аналогию Но она Я думаю Поможет Евангелие Подобно Электрической Сети В которую Мы должны Постоянно Подключать Своё Сердце Чтобы Наш Сердечный Прибор Функционировал Согласно Предназначению Своего Создателя Вот Этот Айпад Который У меня И телефоны Которые Рядом Возле Вас Лежат Они Не Могут Долго Сами По Себе Работать Они Выдадут Только Ту Энергию Которая Была В них Положена Или Которая В них Вошла Туда Через Подключение Этот Айпад Он Работает Ровно Настолько Насколько В нем Есть Энергии Точно Так же И наша Любовь Она Не Может Сама По Себе Генерироваться Скажем Я Прослушаю Хорошую Проповедь Любить Нужно Бога Это Очень Важное Напоминание Но Это Само По Себе Не Сделает Меня Способным Любить До тех Пор Пока Я Не Начну Познавать Как Он Полюбил Меня И Вот Здесь Друзья Я Думаю Что Нам Нужно Понять Еще Одну Очень Простую Вещь Для Того Чтобы Подключиться К Главной Сети Нам Нужно Писание Я Хочу Здесь Делать Одну Очень Важную Оговорку Не Только Новый Завет И Не Только Послание Римлянам Для Того Чтобы Нам Подключиться К Евангелию Мы Должны Читать Всю Библию И В Каждом Тексте И В Каждом Рассказе Мы Должны Встретиться С Этим Великим Богом Который Проявляет Любовь Не Только В Новом Завете А С Самого Начала До Того Когда Он Сотворил Этот мир Кстати Он И Сотворил Его Из Любви К Нему Из Любви К Своему Сыну Из Любви К Людям Ему Не Нужна Наша Любовь Бог Самодостаточный Бог Но Он Сотворил Нас Для Того Чтобы Мы Любя Его Могли Иметь Смысл В Жизни И Знали Зачем Мы Живем Так Вот Для Того Чтобы Подключаться К Главной Сети Нам Нужно Писание Но Согласитесь Что Чтение Писания Еще Одна Оговорка Мы Постоянно Эти Подводные Камни Встречаем Чтение Писания Само По Себе Не Обязательно Произведет В Нас Ту Перемену Нам Нужно Понимать Что Не Все То Что В Писании Является Евангелием Но Чтобы Мы Увидели Бога Который Проявляет Свою Любовь Еще Раз Друзья Бог Не Только Проявил Любовь В Новом Завете Когда Он Послал Своего Сына Он Свою Любовь Проявляет На Каждой Странице Истории И Когда Мы Читаем Ветхий Завет Мы В первую Вочень Встречаемся С Любящим Богом Первая Глава Бытие Говорит О том Что Бог Любит Он Из-за Любви Делает Мир Таким Прекрасным И Делает Человека Тоже Прекрасным Существом Но Не об Этом Я Сегодня Хотел Говорить Моя Душа Говорит Один Из Комментаторов Моя Душа Неимеверно Жаждет Признания Одобрения И почести И мне Следует Неустанно Ведрами Пить Живую Воду Иисуса Чтобы Я Не пытался Любовь К Богу Заменить Любовью К чему-то Еще Так вот Когда мы Говорим О том Чтобы Подключаться К сети Или Идти К Божьему Слову Мы читаем Его Для того Чтобы Встретиться С Личностью Иисуса Христа В этом Природа Писания Кстати Многие Из вас Наверное Вы Решили В этом Году Читать Библию Наверное Прочитать Ее Всю От начала До конца И я Хотел Бы Сегодня Ободрить Вас И Пошли Вас К этому Но Это Будет Большой Потерей Друзья Если Читая Писание Мы Не Встречаемся С Богом Таким Образом Чтобы Мы Начали Его Любить Больше Любые Тексты Тот Который Я Сегодня С вами Прочитал Всю Главу Мы Прочитали Он Говорит Нам В первую Очередь О Неупорядоченной Любви Человека К Богу То есть Они То любят То не Любят Его И на самом деле Мало Любят Когда Они Его Любят Но Мы Видим Здесь Удивительную Божью Любовь Которая Проявляется Здесь Я Хотел Чтобы Мы Сегодня Внимательно Посмотрели На Это Августин Кстати Как-то Сказал Что Грех Это Неупорядоченная Любовь Неупорядоченная Любовь То есть Любовь Которая Ненаправлена Туда Куда Нужна Вот Эта Глава 32 Глава Исход Она Говорит О Любви Которая Была Перенаправлена Она Не Была Ее Там И Не Было В Принципе Но Эта Глава Вскрывает В нас Проблему Каждого Человека И Мы Сегодня Посмотрим Именно На Это Но Я Хочу Отвечая На Этот Вопрос Сделав Все Вот Эти Предпосылки Первое Что Мы Созданы Для Любви К Богу Эту Любовь Мы Именно Это Является Целью Почему Мы Должны Читать Писание Чтобы Встретиться Каждый Раз Когда Мы Читаем С Любовью Божьей Я Хотел Бы Сегодня Для Вас Представить Друзья Немного Буквально Четыре Простых Принципа Которые Я Хотел Бы Практически Помогли Нам Использовать Этот Текст Для Того Чтобы Возраст Бог Это То Что Я Использую Уже Даже Механически Когда Я Читаю Текст Священного Писания Это То Что Поможет Вам В этом Году Возрасти В своей Любви К Богу Сами Вы Не Вырастите Я Тут Запроповедуюсь Вы Не Вырастите Сами Просто Человек Не Способен Вы Помните Как Об Этом Недавно Алексей Напоминал Что Наше Сердце Способно Оно Как Фабрика Идолов Оно Способно Порождать Только Грех Оно Не Может Генерировать Ничего Духовного Доброго Святого Нам Нужно Подключиться К Евангелию И Для Того Чтобы Мы Обновляли Своё Понимание Евангелия Для Этого Нам Дана Вся Библия Включая Ветхий Завет Именно Поэтому Я Избрал Этот Текст Сегодня Чтобы На Примере Этого Текста Сегодня Посмотреть На Четыре Важных Принципа Которые В нашей Любви К Богу Первое Нам Нужно Учиться В первую Очередь Обращать Внимание На Характер И Действия Великого Бога В конкретных Обстоятельствах О которых Мы Читаем В том Или Другом Тексте Самое Простое О чем Вы Слышали Много Раз Но Я Хочу Здесь Сразу Вам Сделать Тоже Или Напомнить О том Какая Нас Постоянно Подстерегает Проблема Когда Мы Начинаем Читать Библию Когда Мы Начинаем Читать Библейские Рассказы Особенно Ветхий Завет Скажем Книга Бытие Исход Еще Более Менее Интересная Когда Мы Читаем Эти Истории Мы Очень Легко Можем Мы Очень Легко Можем Сползти Если Можно Использовать Такое Слово К тому Чтобы Думать О Человеке Допустим Когда Мы Читаем Возьмем Когда Мы Читаем Историю Об Аврааме Мы Очень Легко Можем Увидеть Как Авраам Послушен Богу Мы Видим Как Авраам Действительно Повинуется Богу Во всех Разных Обстоятельствах Но Мы Должны Помнить Что Наш Целостный Подход Должен Включать Авраама Не только Тогда Когда Он Послушен Богу Но Тогда Когда Он Не Послушен Богу У Авраама Было Тексты Где-то Упускаем И Может быть Даже Морализировать Насчет Того Каким Хорошим И верным Был Авраам Или Моисей Тот Моисей Который Мы Читаем Здесь Очень Благородно Поступает Во всех Вопросах Нам Нужно Быть Осторожным Потому Что И Моисей Однажды Согрешил Мы Не Можем Подражать Ему Во Всем И Это Не Является Целью Истории Чтобы показать Нам Давида Моисея Самуила И так далее Главной Сутью Всей Или Вся Природа Писания В том Чтобы показать Нам Природу Бога В этом Цель Нашего Чтения Увидеть И заметить Каким Образом Действие Характер Бога Его Природа Проявляется В определенных Контекстах О которых Мы читаем Сейчас Это Уже Занимательное И очень Интересное Занятие Читать Библию Для того Чтобы Увидеть Бога Чтобы Увидеть Его Действия И понимать Что все Они Они Побуждаемы Его Любовью Все То Что Бог Делает Он Не Должен Был Делать Начиная С Бытие И Включая Здесь 32 Главу Ну Вот Смотрите Первое Что Нам Нужно Сделать Нам Нужно Обращать Внимание На Характер И Действия Великого Бога В Конкретных обстоятельствах Вместо Того Чтобы Сосредотачивать Внимание Естественно На Великих Людях Вместо Того Чтобы Просто Напросто Сразу Бежать К тому Чтобы Подражать Им Великим Людям И Их В Лучшем Случае Нам Нужно В первую Очередь Смотреть На Бога Почему Потому Что Мы Еще Можем Смотреть На Разные Детали Мы Можем Подключать Герменевтику Разные Инструменты Так сказать Которые Помогают Нам Изучение Писания Это Важно Это Очень Важно Но Нам Нужно В первую Очередь Друзья Смотреть На Бога На Его Действия К Своему Народу Его Характер Его Слова Его Инициативу Которую Он Совершает В каждом Тексте Это Самая Главная Причина Почему У нас Есть Писание Это Божий Heart Book Facebook Heart Book Здесь В этой Книге Бог Открывает Своё Сердце Мы Все Нуждаемся В Великом Боге Почему Я Хотел Бы Именно Это Первое Сделать Для Нас Принцип 32 Глава Начинается С Очень Интересного Такого Печального Описания Того Что Происходит В первом Стихе Смотрите Когда Народ Увидел Что Моисей Долго Нисходит С горы То Собрался Каурону И Сказал Ему Встань И Сделай Нам Бога Остановитесь Здесь На секунду Друзья Автор Хочет Чтобы Мы Все Увидели Одну Очень Важную Вещь Каждому Человеку Всегда В каждой Минуте Нужен Бог Мы Не Можем Жить Без Бога Мы Тварные Бог Сотворил Человека Таким Образом Чтобы Он Нуждался В Боге Каждое Мгновение Грех Что Сделал Грех Заслепил Наши Глаза Сделал Нас Мертвыми К живому Богу И мы Естественно По греховной Природе По своей Натуре Мы Стремимся Иметь Богов И вот Здесь Отсутствие Бога Мы Здесь Не Видим Бога Живого Мы Видим Здесь Отсутствие Живого Бога Но Я Хотел На Это Обратить Внимание Они Говорят Ему Встань Сделай Нам Бога Нам нужен Бог Они Говорят Аарону Нам Нужен Бог Мы Не Знаем Что Произошло С Моисеем Нам Нужен Бог Я Хотел Б Оттолкнуться От Этой Фразы В контекст Всего Всей Книги Исход Потому Что Как Раз Это Этот Текст Он Звучит Мрачно Очень Мрачно Когда Мы Видим В контексте Каким Образом Бог Открывает Себя Израильскому Народу В книге Исход Посмотрите Только Я Несколько Назову Для нас Друзья Посмотрите На верность Бога Которую Выразил Он В исполнении Обещания Данного Аврааму В Бытие 15 главе Бог Говорит Через Четыре Рода Семя Авраама Он Разговаривает С Авраамом Который Был Еще Бездет Это 15 глава Бытия Бог Говорит Аврааму Я От тебя Произведу Невыразимо Большой Народ Несчастливым Большой Вот как Звезды Как Песок Не сможешь Сосчитать Проходят Сотни Лет И мы Видим Верность Божия Исполняется Вот как Через Одного Только Исаака Вот Одного Появляется Через Якова Появляется 12 После 12 Появляется 70 Бытие Заканчивается Тем Что 70 Человек Это Яков Все его Дети Жены И так далее И внуки Они Приходят В Египет Книга Исход Если вы Внимательно Читаете Ее Она Как раз Начинается С того Чтобы показать Насколько Бог Верен Книга Исход Начинается Первая глава С того Что Говорит Нам о том Что Бог Вот имена Сынов Израилев Которые Вышли В Египет С Яков И умер Иосиф И так далее Их было 70 Затем 7 стих А сыны Израилевы Расплодились И размножились Буквально Несколько Слов Друзья Небольшая Заметка Мы их Обычно Пропускаем Но Они Доказывают Это доказательство Божьей верности Аврааму Знаете Сколько Здесь Прошло 430 лет 430 лет Прошло Израильский Народ Из одного Потом К 12 Потом 70 А потом К тысячам 600 тысяч Которые вышли И теперь Вот эти 600 тысяч Сейчас Они будут Говорить Это помимо Детей И жен 600 тысяч Они Размножились И возросли И усилились Чрезвычайно И наполнилась Ими земля Та Этот 7 стих Говорит О Божьей верности О Божьей верности Израильскому Вернее Обетованию Которые он дал Аврааму Из одного Долгожданного Он произвел 12 Затем 70 Затем 600 тысяч И при том Как я уже говорил Это цифры Заниженные Очень Заниженные Если мы Смотрим Чуть дальше Вот 2 Глава 3 4 Когда Бог Призывает Моисея Что нам нужно Отметить здесь Мы видим Суверенность Бога Проявляется Во времени Пути И методах Избавления Израильского Из египетского Рабства Чтобы избавить Израиль У Бога Был план Помните Этот текст Когда Моисей Говорит Я пойду К израильскому Народу Что мне им Сказать Кто ты Это Наш Русский Перевод Он дает Нам такое Представление Что именно Об этом Говорит Моисей Но Моисей Знал с кем Он говорит Это Ягва Имя Ягва Было Давно Известно Для Израильского Народа Еще Патриархи Знали Господь Ягва Именно Там Был Ягва Появляется Во второй Главе Книги Бытия Которая Говорит о том Что Ягва Является Богом Отношений Так о чем Моисей Спрашивает Моисей Спрашивает Не столько Кто ты Он спрашивает Господи Какое твое Имя То есть Как ты Будешь Спасать Израильский Народ И в этом Имени Мы знаем Что это Имя Которое Говорит О Божьей Независимости Его Суверенности Бог Независим От человека Как злых Так и добрых Чужих И своих Он определил Как он Будет Спасать Израиль Вот что Тревожило Или беспокоило Или то О чем Хотел знать Моисей Господи Как твое Имя То есть Как ты Будешь Спасать Что я Им Скажу Мы это Увидим В контексте Когда мы Внимательно Смотрим Дальше Бог Именно Отвечает На этот Вопрос Я Выведу Израильский Народ Из Египта Я помню Когда-то Я об этом Немножко Говорил Но это Друзья Должно Впечатлить Нас Тем Что Бог Проявляет Свою Суверенность В конкретной Ситуации Почему это Важно Смотрите Если я Скажу вам Сегодня Что Бог Суверенный Вы все Скажете Аминь Но это Мало Очень Поможет Вам Если вы Не увидите Конкретную Ситуацию Или обстоятельства Как Бог В то время Тем людям В той Географии В том Месте Открылся Им Как Суверенный Бог И когда Вы идете В то Место Или в Это Место Когда вы Идете Вместе С Израильским Народом Когда вы Вместе Разговариваете С Моисеем Присутствуете В разговоре С Богом У вас Открываются Совершенно Другие Грани Суверенность Божия Она Очень Практична Это Не просто Холодная Доктрина Которая Просто Напросто Впечатляет Наш Разум Это Божье Действие К человеку Которое Вызвано Любовью Это Удивительно Что нам Нужно Сделать Друзья В том Контексте Тогда Таким Образом Вот Определенным Путем И это Он Независимо От людей Определил И он Один Может Это Совершить Несмотря На все Капризы Израильского Народа Несмотря На их Неверие Несмотря На их Ропот Несмотря На жесткое Сопротивление Фараона И всех Египетских Тузов И Султанов Бог Суверенно Действует И не Спрашивает Ни у Кого Совета Когда Вы Смотрите На Суверенность Божию Именно Так Как Она Проявляется В Конкретных Обстоятельствах У Нас Будет Другое Восприятие Бога Но Не Спешите Еще Применять Это Друзья Потому Что Мы Не В Египте И Мы Не Находимся В Таких Ситуациях Как Были Евреи В То Время Или Как Они Описаны Здесь Первое Что Нам Нужно Просто Обратить Внимание На Бога Запечатлеть Эти истины О том Кем Он Является Пойдем Дальше Немножко Потому Что 32 Глава Является Знаете Как Черным Пятном На Фоне Удивительного Прекрасного Откровения Кем Бог Является Мы Видим Всемогущество Бога Когда Вы Читаете Все Вот Эти Десять Казней Ну Что Что А Это Трудно Не Заметить Бог Показывает Своё Всемогущество Являет Его Над Всем Египтом На Виду У Всего Израиля Израиль Находится Как Будто Бы В Театральном Зале Или В Кинозале Он Наблюдает За Всей Картиной Что Делает Бог И Бог По Одному Сбивает Этих Фараонов Или Сбивает Их Богов По Одному Самых Могущественных Богов Все Десять Казней Направлены Из-за Любви К Израилю Показывают Свою Власть И Всемогущество Над Всеми Остальными Богами Поражение Каждого Языческого Бога Было Очередным Божественным Провозглашением Его Превосходства Он Один Бог Господь Один Бог Служить Жить Уповать Любить Нужно Только Его Одного Все Остальные Боги Религии Пустота Я опять Могу Сказать О том Что Бог Всемогущий Вы все Скажете Аминь Вы знаете Это Сами Но Новое Соприкосновение С этой Истиной Оно Затронет Струны Вашей Души Я кстати Здесь хочу Вернуться В свое Вступление И сделать То что я Забыл Сделать Вначале Что такое Любовь К Богу Можно по Разному Говорить Об этом Я сегодня Для себя Сделал Одно Очень Простое Определение Любовь К Богу Это Полная Сердечная Направленность К Нему То есть Это наш разум Это наши чувства Это наша воля Это наша память Наше сознание Все что у нас есть Это сердечная Направленность К Богу Иногда она Притупляется Иногда разум Больше работает Иногда чувство Больше работает Но вы не можете Исключить разум Или чувство И только Работать В воле Вот повиноваться Буду повиноваться Богу Нужен и разум нужны и чувства. И для того, чтобы воля сработала, нужно, чтобы разум и чувства вместе соприкоснулись. Можно только разум включить для того, чтобы повиноваться Богу, но без чувств это не будет полноценной любовью. Почему? Потому что Бог так сделал нас. Вы всегда чем-то будете восхищаться. Если вы не восхищаетесь им, значит, ваш разум недостаточно воспринял Бога. Но как только мы начинаем воспринимать и соприкасаться с Божьей Личностью, как он открывается на Писании, у нас есть возможность, чтобы чувства зазвенели. Поймите меня, друзья, речь идет об ощущениях, речь идет о том, что наша полная сердечная направленность к Нему, она не может генерироваться мной, одним, самим собой. Моих сил, моего разума, моих чувств недостаточно, чтобы любить Бога. Мне нужно подключиться к сети. И первое, что означает подключиться, это обращать внимание на вот эти действия и характер Бога, как они проявились в определенный период времени в конкретной ситуации с конкретными людьми. Бог никогда, друзья, совершая одно и то же, не делает его одинаково. Вот где наш интерес к Богу пропадает, потому что только то, что мы услышали и побежали в жизнь, и делаем, и делаем, и делаем, но сами лично не соприкасаемся с Ним, как с великой личностью, которая намного важнее всех остальных личностей, встречающихся у вас на пути. Вы понимаете, что я тороплюсь немножко и определяю только несколько, называю несколько вещей. Какие я делаю наблюдения? Милость Бога, явленная в пасхальном акции. 12 глава исход. После всех поражений Египет свален. Бог касается самого большого нерва Египта. И это первородный человек или первенец в семье. Кстати, это не только маленькие детки. Первенец в семье мог быть и 70-летним или 50-летним. То есть любой человек, первенец в семье умирает. И если фараон, обычно это был фараон, если фараон первенец, то он тоже должен был умереть. И если у него были дети, то он тоже должен был умереть. А он из всех богов в Египте был самым большим богом. И теперь мы видим, что эта трагедия поражает весь Египет, включая все семьи египетские, включая семью фараона. И что вы думаете? Дом каждой еврейской семьи отмечен Божьей милостью. В то время, когда ангел-губитель проходит и поражает всех первенцев в Египте, он проходит мимо каждой еврейской семьи. Почему? Потому что они хорошие. Потому что они благородные. Потому что они вежливее. Потому что они знают Бога лучше, чем евреи, чем египтяне. Возможно, что-то. Кстати, это еще хуже для них, потому что они слышали от своих предков о великом Боге. Но теперь они сидят в своих домах. И ангел-губитель проходит мимо. Милость Божия проявляется от дома к дому. Независимо, сколько там сидят. 25 человек или 500 в этом доме. Все, кто сидит за дверью, помазанной на косяках кровью, они спасаются. Удивительная картина. Удивительная картина. Как Бог открывает себя Израилю. Весь Египет стонет и вопит от того страха, который совершается в каждом доме. А Израиль удивляется. Им нужно было удивляться. А мы-то что? Почему-то у нас. Всего лишь потому, что кровь на косяках. Не потому, что они были лучше. Не потому, что они были добрее. У евреев, кстати, было не меньше язычества, чем у египтян на то время. У них, кстати, еще хуже было, потому что это ядерная смесь. Язычество присутствовало вместе с Богом Ягвы. По имени Ягвы. Это видно из разных археологических находок. Видно в самой истории 32 главы. Так вот, смотрите, мы подбираемся с вами к 32 главе. Что мы видим дальше после того, когда Израиль выходит. Мы видим не только суверенность и всемогущество, и милость Божию. Мы видим его удивительное отцовство. Я назвал это отцовство. Я назвал это отцовство, потому что Моисей сам пишет об этом очень интересным образом. Я хочу напомнить, это один из любимых текстов, которые наполняют и мое сердце, и ваше, думаю, о том, как Бог благ. Так, 19 глава, 4 стих написано. Вы видели, что Я сделал египтянам. Вы видели, что Я сделал египтянам. Бог напоминает через Моисея Израиля. Как Я носил вас, как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Вы слышали об этом примере, как орлица, мать, она выбрасывает своих птенцов из гнезда, затем она летит вниз, подхватывает их, чтобы они не разбились, и затем она обратно несет их туда, в гнездо, чтобы они учились летать. В данном случае, что интересно, он написано, и принес вас к себе. Я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Этот образ, который напоминает здесь, Господь напоминает, наверное, орлов Бог сотворил для того, и орлиц, и орлят, для того, чтобы принести эту картину образно в сознание евреев. Это удивительная близость, удивительная забота Бога. Знаете, о чем он говорит? Он говорит не только сейчас, что произошло в Египте, а по пустыням. Помните, одна, вторая, третья, я не буду сейчас их перечислять. В одной им жарко, в другой им пить хочется, в другой им голод их поражает, и они ропщут, и все остальное. И Бог постепенно, как Отец, Он же тонами этот хлеб давал, мясо, если нужно, было, Он благословлял их ежедневно, Он не просто литрами, сотнями, бочками, Он воду давал столько, сколько им нужно было для того, чтобы пить, и для того, чтобы стираться, и чтобы мыться, и все остальное. Бог им давал там, где они этого не могли нигде взять. Это же отцовство Бога. Ну, посмотрите, я вам скажу, что мы Его дети, и что Он наш Небесный Отец. Вы молитесь молитвой Отче наш. И это хорошо. Но вот отцовство Бога мы начинаем понимать ближе, и больше, и глубже. Когда мы идем через Писание, страница за страницей, главу за главой, и мы начинаем видеть, слушай, этот Бог удивительный, Он такой заботливый, могущественный Бог. Он Отец. Он поступает, как Отец. Он любит. И вы начинаете, естественно, без всякого пафоса, без всякого нажима, пережима, вы, естественно, начинаете удивляться. Этот Бог удивительно благ и удивительно велик. Он ведет через пустыню, показывает им, что Он целитель. Он ведет их к этой соленой воде и говорит им, что я могу только сделать ее сладкой. Он ведет их через голод и затем говорит, я могу вам дать манну. Вы идете там, где нет воды, и я могу вам дать воду. Зачем Он это делает? Чтобы показать им, что им нужен Бог. Им нужен настоящий, реальный, живой Бог. Не просто, ну, если сегодняшним языком сказать, церковный Бог. Или просто библейский Бог. Там, где-то Он в Библии. А реальный Бог, Который вмешивается их ежедневно, секундно, ежесекундно вмешивается в их жизнь. Ну, что удивительно еще я нахожу. Он как Отец, я думаю, что это включается в Отцовство. Как Отец, Он открывается им. Знаете где? На горе Синай. Он открывается им на горе Синай. И когда вы внимательно читаете, я хочу вам, вы просто послушайте, я прочитаю несколько текстов. В 19 главе, когда Он говорил сейчас об Отцовстве, как орел или как орлица, она поднимает своих орлят, чтобы они не разбились и несет их обратно в свой покой, написано, на третий день при наступлении утра дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. И сошел Господь на гору. Вы знаете, чем эта глава, кстати, ценна? Она помогает нам понять красоту Рождества. Эта глава, когда написано, Господь сошел, там дым, землетрясение, грохот, громы, молнии, все, что там описано, это не просто видеоэффект какой-то. Бог говорит, это я. Это немножко я только прикоснулся к горе. И народ должен был увидеть, народ должен был увидеть, что Бог, который их спас, он намного больше, чем те 10 казней, которые он совершил. У него намного больше силы, чем они могут представить. И когда он является, они должны понять, кто он. Я думаю, что это очень важный текст. В следующий раз, когда вы будете читать все эти прекрасные истории о маленьком младенце, который родился в Яслях, это огромная разница, друзья. Бог тоже пришел в младенце. Не грохот, не дым, не молнии. Но об этом чуть позже. Это маленький намек нам, что нам нужно, как нам нужно читать Писание. В первую очередь, мы должны увидеть, увидеть, что именно здесь Бог открывает себя. И в этих заветных отношениях Он дает им закон. Еще одно очень интересное наблюдение. Бог дает закон Израилю и приглашает их, и повелевает их повиноваться Ему в контексте заветных отношений. 19-я глава – это завет с Израилем. 20-я глава – это 10 заповедей. 21-я, 22-я, 23-я – это комментарии на заповеди которые. И 24-я – это церемония заключения завета. Удивительно, каким образом Бог открывает свою силу, свою личность. Он показывает, смотрите, «Я вас люблю, я вас забочусь, я вас спасаю, я вас исцеляю, я даю все, что нужно». Этот Бог, с Ним в шутки нельзя играть. Он показывает им, этого Бога нужно слушать, Ему нужно поклоняться, Ему нужно познавать, Его нужно любить, что называется страх Божий. Он является им на горе. И это все показывает, друзья, в контексте заветных отношений. Завет – это договор, посвященность двух людей, двух индивидуум друг к другу. И здесь мы видим Божье Отцовство. Завет включает в себя закон, тогда как закон невозможно исполнить без завета. Это небольшая ремарка, но очень важная. Буквально сегодня, перечитывая еще раз книгу «Исход», я удивился тому, почему этого раньше я как-то не замечал. Бог повелевает повиноваться в контексте завета. Он говорит, «Я вас люблю, повинуйтесь мне. Если вы не повинуетесь мне, я вас все равно люблю. И все сделаю для того, чтобы вы любили меня». Это мы посмотрим позже, проявляется везде и в той нашей главе, о которой мы говорим. Завет включает в себя закон, то есть послушание, тогда как закон или послушание невозможно исполнить без заветных, посвященных отношений с Богом. Еще более интересные детали Божьего откровения мы можем отметить и позже, но сейчас я хотел бы показать второй очень важный принцип, который поможет нам возгревать любовь к Богу. Когда мы читаем 32 главу, исход, печальнейшую главу, после того, когда они вышли, хуже, чем ропот, в этой главе мы видим, «Сделай нам Бога», они говорят, «Который бы шел перед нами». И в их сознании, в их сердце отсутствует тот Бог, который их спас, который их держит сейчас, в данную минуту, на своих руках, заботясь о них. И сказал им Аарон, «Давайте, ребята, сделаем вам, давайте все свое золото сделаю вам тельцами». Видев это, Аарон поставил перед ними жертвенник, провозгласил, говоря, «Завтра праздник Господу». Праздник Господу. Вы послушайте, что происходит дальше, мы читаем о том, что Моисей несколько раз и в молитве, и в разговоре с Аароном. Он говорит, «Аарон, как ты допустил народ израильский сделать такой великий грех?» Если откровенно вам сказать, именно эта фраза заставила меня вернуться обратно в начало этой главы и обратно в начало книгу Исхода. Великий грех. Я подумал, ведь все грехи, это грехи перед Богом. Зачем юлить? Любой грех, он грех. Но этот грех Бог называет великим грехом. Этот грех Он называет великим грехом. И я хочу сначала дать вам принцип очень важный. Первый был, я вам говорил, это обращайте внимание не на людей, не на разные там вещи, маленькие детали, грамматические, хотя они очень важны. это правильно и нужно. Обращайте внимание на характер и действия Бога. Второе очень важное, замечайте грехи и несовершенство библейских персонажей с одной очень важной целью, чтобы увидеть великий грех внутри себя. Мы читаем эту историю и мы думаем иногда ай-яй-яй, ай-яй-яй, как нехорошо сделали. Бог их спас. Бог к ним говорит. Бог им ясно открыл. Смотрите, я Бог, нет другого. Ай-яй-яй, какие нехорошие. Вместо того, чтобы так говорить, нам нужно, друзья, отождествить себя вместе с ними. Потому что этот текст, как и все другие тексты, они обязательно должны открыть нам грех, который намного больше, чем то, что мы видим снаружи. Интересно отметить, что в древней египетской литературе нет истории о поражении египетской армии. Многие ученые, археологи говорят, книга «Исход», она неправдоподобна, потому что нигде вне библейских источниках мы не находим этой информации. И в частности египетской разной летописи. Мы не находим поражения Египта, мы не находим того, что евреи всей толпой просто взяли и вышли с самого мощного государства или самого мощной империи на то время. Это было неканоническим занятием вносить в летопись Египта поражение фараонов. Почему эта ремарка важна сегодня? Библия, друзья, наоборот, является книгой, которая очень открыто говорит о грехе даже самых лучших своих героев. Вот почему Библию не просто писали люди. Всем процессом написания Библии все 66 книг были под четким руководством Духа Святого. Дух Святой давал, что нужно писать. И люди, которые записывали, в данном случае Моисей, он писал и о своих ошибках, и об ошибках всех остальных людей. Библия это летопись о грехах человека. Библия это летопись, это кардиограмма нашего сердца, друзья. Все, все, друзья, тексты Священного Писания они не только говорят о Боге, но на фоне Божественной Личности и Его превосходства и святости и величия обязательно открывается малость и слабость и греховность и испорченность человеческого сердца. Включается в этой истории и мы, хоть о нас там не говорится. Или я бы сказал бы точнее, о нас тоже там говорится. И когда мы читаем эту ай-яй-яй историю здесь о таких негодных поступках еврейского народа, мы видим, друзья, не только их сердце, мы видим сердце человека. В чем опасность этого греха? Я уже говорил о том, опасность идолопоклонства, которое выражается здесь, она в первую очередь исходит из отсутствия Бога в их сознании. или, скажем так, если облегчить немножко этот диагноз, их познание Бога настолько было поверхностным и настолько было неличным, что он, в принципе, отсутствовал как функционирующий Бог. Поэтому они хотели иметь Бога, который пойдет впереди них. То есть они хотели видеть этого Бога, они хотели идти за этим Богом и они хотели петь песни этому Богу. И мы можем проследить вот это сползание в это болото испорченности еще глубже. Пренебрежение Богом будет обязательно следовать заменой Бога идолами. Не знаем, что с Моисеем сделалось. Давай нам реального, которое мы можем увидеть. Замена Бога своими идолами. Затем мы видим, они говорят, сделай нам Бога, чтобы мы шли за Ним. То есть если перевести это в наш практический язык, это упование на идола вместо Бога. Они даже говорят об этом даже Аарон священник в будущем. Завтра праздник Господу. Они называют этого тельца Господом. То есть они относятся к этому тельцу как к тому, кто их вывел, кто даст им спасение, кто даст им исцеление, кто даст им смысл в жизни, кто поведет их, кто будет давать им все, что нужно. Какая глупость! Но не забудьте, что это не только их глупость, это наше, друзья. если мы не читаем так Библию, друзья, мы никогда не будем расти в своей любви к Богу. Я хочу здесь отметить это. После упования обязательно придет радость или восхищение этим идолом. Здесь мы видим на другой день они встали рано, раненько встали, рано встают, не поздно, рано встают. То, что мотивирует вас с самого утра, это и есть ваш Бог. Рано встали, очень рано встали, и затем что? Принесли всесожжение. Если сегодня перевести, принесли время, в жертву принесли, и свою энергию, и свой сон, и даже свой breakfast, и все остальное, рано встали, потому что появился реальный Бог, функционирующий в кавычках Бог. На другой день они встали рано, принесли всесожжение, и принесли жертвы мирные. Жертвы мирные, это мы с тобой будем дружить. Жертва мирная означает, мы будем иметь общение с тобой, мы посвящаем тебя себе, мы будем дружить с тобой, мы будем в заветных отношениях с тобой. На другой день они встали, принесли всесожжение, принесли жертвы мирные, и сел народ есть и пить, и встал затем играть. Затем мы видим, они плясали, пели, Моисей говорит, я слышу там не победа, не поражение, там поют. То, о чем поет сердце, то есть наш Бог, то, о чем мы хвалимся больше всего. Здесь мы видим опасность, то, о чем говорит Иеремия во второй главе. Помните, Иеремия говорит, он говорит тоже о великом грехе. Грех в Иеремии он написан следующим образом, я даже прочитаю этот текст, друзья, смотрите, что он говорит. Седьмой стих, вторая глава. И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее, добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою достоянием и сделали мерзостью. Восьмой стих. священники не говорили где Господь. Это то, что должен был сделать Аарон. Он должен был им дать Бога, он должен был им предоставить, проповедовать, убедить их в том, что этот Бог больше, чем они могут представить. Он реален, он жив, хоть Моисея рядом нет. Но он этого не сделал. Смотрите, восьмой стих, священники не говорили где Господь. И учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Господь, и сыновей ваших будут судиться, ибо пойдите на островах Хитимска и посмотрите, и пошлите в Кедар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное этому. Бог сам удивляется великому злу, которое делает Израиль, вот как он здесь говорит об этом. Это та же самая картина. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они не боги, а мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь этому небеса, содрогнитесь, ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Это великий грех. Это двойное зло. Двойное зло, почему это великий грех? Это двухэтажное зло. Они оставили Бога, это первое, но свято место пусто не бывает никогда. Человек всегда будет нуждаться в Боге. Как только он оставляет живого Бога, он обязательно присосется к какому-то своему башку, который он сам себе сотворил. Друзья, почему этот текст помогает нам? Он очень яркий текст. Очень яркий текст. Этот текст помогает нам увидеть глубину и опасность греховной нашей испорченности. этот грех великий, потому что он не только показан здесь, знаете, только верхняя часть, а корни этого греха. Я вам сейчас покажу этого монстра. Это не такая сложная иллюстрация, но он помогает нам увидеть, как нам нужно увидеть грех. Не просто мы иногда чистим грех поверхностно, пошли покаялись, сами сори, и дальше побежали. Это дешевая благодать. Настоящая благодать, или Бог, когда глубину греха настолько, что вы иногда будете просить «Господи, подожди, больше не открывай мне, как опасен грех, потому что сердце мое в ужасе». Бог говорит «Ужаснитесь небеса, содрогнитесь». Недавно буквально был ветер большой, кто из вас помнит, деревья бедные, как спички гнулись, и лопали, и ломались. Я живу возле небольшого леса, и этот лес бедный, он еле стоял. Содрогается только деревья, а представьте, когда небо, когда громы, Бог говорит «Содрогнитесь небеса», потому что человек совершает ужасное зло. Меня источник воды живой оставляет, и потихоньку, он потихоньку в себе создает своего Бога. То есть то, отчего он думает получить смысл в жизни, спасение, и так далее. Вот эта любовь и восхищение, это и есть любовь неупорядоченная. В Иеремии вторая глава об этом тоже говорится. Друзья, хотелось бы мне, конечно, очень много об этом сказать, но я хотел бы все равно напомнить об этом. Знать только Бога без понимания греха невозможно. Когда мы начинаем обращать внимание на великого Бога, мы обязательно увидим пагубность даже самых маленьких грехов. Помните, когда-то Мартин Лютер говорил своему другу, пусть каждый твой грех будет большим. Нет, он не говорил о том, чтобы меланктон делал большие грехи, он говорил, чтобы ты понял, что каждый грех он очень большой. Он будет очень большой, когда мы увидим великого Бога. Наше понимание греховной испорченности слишком поверхностное. Такое нежное, гуманное, благородное. Это видно в нашем селективном подходе в чтении библейской истории. Это видно даже, вот смотрите, как мы выбираем. Я приведу несколько таких иллюстраций. Смотрите, вот мы читаем, это, кстати, для родителей тоже очень важно, для пасторов, для проповедников, для тех, кто, мы сегодня молились о них, а тех, кто проводит домашние уроки или уроки воскресной школы. Мы быстрее, послушайте внимательно, мы быстрее и естественно ассоциируем себя с людьми более благородными в истории, библейской истории. Типа, даже проповедуем так себе, нужно быть верующим, как Авраам. Нужно ли? Да, нужно. Но это еще не Евангелие. Мы сейчас должны присоединиться к Евангелию. Или нужно быть благочестивым, как Самуил, или кротким, как Моисей, или богобоязненным, как Иосиф. Нужно быть послушным, как вот маленький мальчик Самуил. И мы начинаем морализировать по этому поводу. Или быть уповающим, как Давид, сильным, как Илья, или как Елисей. Быть добрым, как малыш, который принес пять хлебов и две рыбки Христу. Быть сострадающими, как друзья, которые принесли своего друга через крышу дома к Иисусу. Это правильно, друзья, но это еще не Евангелие. Это не даст вам силу сделать то, о чем вы говорите. Мы слишком быстро ассоциируем себя с хорошими сторонами истории. А Библия дана нам для другого, чтобы мы увидели великого Бога, и чтобы мы увидели в рассказе и в истории с Авраамом, мы должны увидеть его страхи и беспокойства и его малодушия и его неразумия и затем стать рядом с ним и признать наличие этого и в нас самих. В рассказе с Иосифом нам нужно не просто быть как Иосиф, а наоборот, мы должны увидеть себя зачастую его братьями, которые коварны, лукавые, ненавистные, готовы даже убить. Ну да, мы же хорошие, мы куда, мы больше, как Иосиф, да? Это наше типичное отношение. Но когда вы читаете Новый Завет, Христос все меняет, Он показывает, что не нужно убивать брата, хватит просто ненавидеть его, и это будет засчитываться перед Богом, потому что корень, корень этого. Посмотрите, кстати, вот эту акулу, я хотел вам этого монстра показать. Мы часто смотрим на вот грешки, которые сверху там, да? Вот я разгневался, пришел к своим детям, детки, простите меня, прогневался на вас. Вроде бы решилась проблема, а нет. Потому что гнев был вызван другим, совершенно другой причиной. Акула, или тот монстр внутри, который хочет по-своему жить, всем управлять, и занять место Бога, Он диктует мой гнев, Он порождает во мне такое отношение. Мы часто по гребешку пытаемся, по этому плавнику сверху, отрезать его, и все, нету. А акула то осталась, она там плавает, она продолжает свое черное дело делать. Отрезать плавники не получится просто, поэтому, если мы отрежем плавник, то нам не нужен большой Бог. Но для того, чтобы вытащить эту акулу, и убить ее, и освободить воды нашего сердца, сделать их свободными, вот там нужна Божья сила, там нужен великий Бог, который это делает. Посмотрите еще, в рассказе о Моисее, кто из нас хочет быть похожим на фараона, ожесточенного сердцем? В рассказе о Моисее, кто из нас хочет быть теми людьми, которые поклоняются идолам, этому тельцу? Кто из нас хочет? В рассказе о Давиде мы не хотим себя ассоциировать с трусливыми братьями или с перепуганным Саулом, который в доспехах сидит на своем царском стуле и не знает, что с Голиафом делать. Мы больше хотим быть похожими на Давид. Таким образом, друзья, мы теряем возможность своей нужды в Боге. Как только мы начинаем ассоциировать себя только с хорошими людьми, мы просто-напросто продолжаем быть дальше, расти в своем фарисействе. Библия дана не для этого. Библия нам дана для того, чтобы мы увидели великого Бога, увидели порочность своей души, от которой никто не может избавить меня, я сам. Которую нельзя просто прихорошить христианскими поступками. Нужен Искупитель, нужен тот, кто меня может спасти, нужен тот, кто меня может избавить. К большому сожалению, у нас 8.30 почти что, я должен остановить свою проповедь на только двух пунктах. Но, друзья мои дорогие, я их зачитаю сейчас, чтобы вы увидели, вдруг вы не придете в следующую среду на собрание, чтобы вы знали о них. Это очень важно, это поможет нам возрастать в любви к Богу. Третье, включи, пожалуйста, в третьей и четвертой. Размышляйте о великой благодати, указывающей на великого Спасителя. Друзья, здесь, в 32 главе, здесь есть этот принцип, и я хочу показать его в следующий раз. И последнее, просите великого у великого Бога. Об этом мы поговорим с вами в следующую среду, если даст Бог нам жизнь. Пусть каждому из нас Бог поможет при чтении и писании делать хотя бы две вещи. Вы естественно будете бежать ко Христу. И когда вы увидите великого Бога и увидите величие своего греха, вы будете бежать к великому Спасителю и просить у Него великого. Аминь. Помолимся. Боже наш, поклоняемся Тебе. Ты удивительно великий Бог. Ты видишь наше слабое маленькое сердце, которое не вмещает даже простых истин о Тебе. Оно так забито, зашлаковано разными-разными мыслями. А Бога мыслей у нас так мало. Прости нас, Господь. Научи нас, всех, кто сделал такую резолюцию, прочитать Писание за этот год. Те, кто нет, воодушеви, Господь, к тому, чтобы вырасти в познании Тебя таким образом, чтобы любить Тебя больше. Ведь Ты нас к этому призываешь. И Ты один можешь это дать. Мы просим об этом во имя Христа. Аминь. Тебя. Продолжение следует...